И партизанских приморских авторов читают, восхищаются, открывают новые грани их творчества, писатели. На наших глазах творится история приморского края, как бы это громко не звучало. Писатели приходят в этот мир, чтобы другие люди не разучились удивляться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно, спасибо. Знаете, есть такое выражение, не стоит село без праведника, но в нашей литературной, провитанной поэзии и судьбами писателей и поэтов стране, мне кажется, что ни село, ни город, ни поселок не должны стоять без поэта. Без поэта я как бы имею в виду в широком смысле без человека, в котором отзывается это место, в его сердце, в его живописи или его стихах или его музыке. Или в сердце библиотекаря, который я люблю вообще нежно с детства. И чем печальнее становится судьба библиотекарей и библиотек и нас, людей, пишущих, тем я люблю все нежнее и нежнее. Потому что это самые близкие люди. И я вот сейчас сидел и думал, что так вспоминал, что литературное чтение такая замечательная традиция, но, к сожалению, она у нас как-то не очень в Приморье развита. И вы, жители Золотой долины, сделали замечательное вот такое вот начало. Потому что вот сейчас Тамара Петровна... А, ну да, он же один, а не нас в ногах. Да, не обнимайте микро. Тамара Петровна затеяла чтение, посвященное Михаилу Гуртману. Это на самом деле прекрасно. Я думаю, что вообще в Приморье, по-моему, существует только еще одно такое литературное место, где есть музей. Это Кавалерова, потому что это родина. И Ивана Басаргина, нашего замечательного писателя, можно сказать, классика дальневосточной литературы. Вот. Я думаю, что, пожалуй, и в Артюме пора бы... Там достаточно было имен, ну, например, такого прозаика, как Александр Плетнев, что-то какие-то чтения устроит. На самом деле это не бесплодное занятие. Это правда. И вот то, что мы здесь, и всякое такое движение, оно и привлекает людей творческих, и вдруг, и вдруг, и дает людям какой-то пример совершенно иной жизни. Ну, понятно, что мы погружены там бытовые, экономические, семейные и прочие разборки, проблемы. Но вдруг люди, приходя на эти чтения или узнавая о них, например, вот на чтение Евгения Литкова, они понимают, что существует еще и другая жизнь. И она нужна как воздух. Я хочу прочесть просто несколько стихотворений, одно-два стихотворения Евгения Дмитриевича. Я тут позапрошлой зимой случилось, что зимой засел и составлял антологию приморской поэзии за 50 лет. Ну, как бы не первый раз такое занятие, тут прозу вставляешь. И, естественно, пересмотрел все стихи и Литкова, и Сахалинские его. Я встречался с ним так мельком. Он заходил там в Дальневосточное книжное издательство, когда я работал, по-моему, в те времена, как раз, когда он перебирался с Сахалином вот сюда. И я понимаю, что сейчас замечательный такой чудесный летний день, но здесь уже звучали какие-то военные строки. Вот, считались просто стихи о войне у многих, или проза о войне у многих авторов, почему-то получается, ну, по моим ощущениям, какой-то наиболее сильным. И в художественном смысле, и в эмоциональном. Литков застал войну в оккупации, так сказать, ребенком. Но это, знаете, вот эти детские травмы, выражаясь медицинским языком, а вот эти детские эмоциональные впечатления, они ведь часто и формируют, художников формируют поэк. Мне показалось очень сильным стихотворение, я как-то, ну, поэзию-то более-менее знаю, русскую, советскую, но стихи такого уровня, которые вы говорили, какую-то очень не пафосную, а какую-то очень жизненную, горькую, драматическую и трагическую правду о войне, вот, это довольно редко было. И чаще всего в стихах у поэтов-фронтовиков. Ну, вот у Липкова я нашел несколько стихотворений, в которых, мне кажется, вот эта беспафосная правда, но дело же не только в правде, когда мы говорим о искусстве. Дело в том, что вот эта правда, она или становится литературой и поэзией, либо не становится. У Липкова она, на мой взгляд, стала поэзией. Фашисты бабу расстреляли, она лежала в конопле, А руки все еще сияли и проступали на земле. Ее убили ради шутки, без озлобления, просто так. Ее зарыл на третьи сутки Иван, покинецкий дурак. И крест он ей ловый сладил, могилку лапником убрал. Весь день просил он Христа ради, всю ночь ее он поминал. У этой женщины из деревни была давнишняя вражда. Она служила мужской царевной, не славой той была горда. Ее фашисты расстреляли, ее свои не сберегли. А конопляники сияли и отделялись от земли. Сижу и на запад глаза, и слушаю пушек раскаты. Дрожит на крыльце стрекоза, дрожит, сотрясается хата. Беда и мальчишке беда, и не с кем бедой поделиться. Горят и земля, и вода, и детское сердце дымится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok